В прошлом году на территории города ликвидировано 6 свалок. Прокуратуре совместно с Росприроднадзором удалось привлечь к наказанию организаторов несанкционированного сброса мусора. Но только меньше его не стало, как грибы после дождя по всему лесу растут новые поляны отходов. На борьбу с мусором выходят добровольцы, люди, которые приезжают просто в лес отдохнуть. Ну уже в лес загадили до такой степени. Одни бутылки и банки. Уже негде даже в лес выйти. Раньше природа была, птицы и тому подобное. Раньше охотились, прибыли. А сейчас что, бутылки только собирать. Что не поход в лес, 3-4 пакета с мусором в багажнике. Николай с женой любители отдохнуть на уютных лесных полянах. Только ближе к лету их правильнее называть отхожими. Ассортиз бутылок, одноразовой посуды и остатков еды, последствия пикников, стиральные машины и газовые плиты наплевательского поведения некоторых людей. Они вывозят свой мусор прямо в лес. Туда, где отдыхают люди. Возле контейнера положено, я говорю, спецавтохозяйство найдёт технику, вывезут. Металлолом же можно сдать, металлолом принимают, во всяком случае. Дрова спалить. Ну, тут практически ничего не остаётся. Нерадивые владельцы снегоходов и автомобилей даже не подозревают. Их железо совсем не украшает лес. Перед отдыхом особо восприимчивые наринмарцы очищают поляну. Только их гораздо меньше, чем равнодушных. Тех, для кого личное удобство и комфорт превыше всего. Таких брошенных машин в лесу можно найти десятки. Стараясь сэкономить на утилизации, хозяева оставляют их прямо здесь, в лесу, совсем не задумываясь о возможных последствиях. О том, чтобы собирать тут грибы и ягоды, не может быть и речи. Как минимум 10 лет. Экологи подсчитали срок разложения мусора, который чаще всего встречается в лесу. Быстрее всего расщепляются пищевые отходы до одного месяца. Офисной бумаге и картону понадобится минимум 10 лет. Столько же консервные банки из-под тушёнки. Период распада более сложного мусора исчисляется сотнями лет. Кирпичи, бетон, щелочные батарейки, автомобильные покрышки будут гнить в земле более века. Брошенная в кусцы стеклянная бутылка задержится там на целое тысячелетие. А это как минимум 12 поколений. Только мириться с мусором люди не хотят. Ежегодно в прокуратуру поступает заявление о новых лесных свалках. В июне 2015 года прокуратурой округа выявлены несанкционированные места складирования отходов на территории города Нарьянмара и на территории посёлка Искателей. В Нарьянмарский городской суд направлен один иск об очистке захламлённого земельного участка по улице Пустозерская, принадлежащего Ненецкой агропромышленной компании. Подготовлены три иска о ликвидации свалок в районе переулка Озерный в посёлке Искатели и улице Рабочая в Нарьянмаре. Организаторов свалок ждёт штраф. Физические лица заплатят от 1000 до 3000 рублей, должностные – от 3 до 5. Наибольшая сумма – от 10 до 30 полагается индивидуальным предпринимателям и компаниям. Только зачем платить штраф, если можно обойтись и без этого? В районе города работает полигон твёрдых бытовых отходов. Стоимость принятого кубометра – не более 100 рублей. За сданные цветные и чёрные металлы, аккумуляторы можно получить неплохую сумму. Их принимают на бывшей торговой базе города. Даже если за вывоз мусора придётся выложить деньги, незамеченными вы точно не останетесь. А как минимум доставите людям удовольствие отдыхать в чистом лесу.